Аким Акмолинской области посетил Зерендинский район с рабочей поездкой. В рамках визита он ознакомился с деятельностью местных учреждений образования. Первой остановкой стала школа-интернат имени Малика Габдулина. Руководителю области продемонстрировали условия обучения и воспитания учащихся. Школа-интернат имени Малика Габдулина построена в 1975 году. Общая площадь здания составляет 1062 квадратных метра. Учебное заведение имеет два этажа. Проектная мощность рассчитана на 70 детей. На данный момент в школе-интернате проживает и обучается 51 учащиеся. Благодаря поддержке фонда «Казахстан-Халкена» для учреждения приобретено оборудование на сумму 250 миллионов тенге. В 2022 году мы запустили проект по развитию потенциала опорных школ в сельской местности. Цель проекта – сократить разрыв в образовании между деревней и городом. Он состоит из трех этапов. Первый – это повышение квалификации учителей, обучение учителей. Оснащение школы новой материальной базы. И вот уже три года мы поддерживаем методику. Главе региона также продемонстрировали достижения учеников. Учебное заведение оснащено кабинетом гидропоники. В нём учащиеся могут выращивать растения на искусственных средах без почвы. Питание растения получают из раствора окружающего корня. Гидропоника дегеніңіз ол топырақсыз өзімдіктерді өзімдіктерді өзімдіктердің заманауи тәсілі. Мен осы құрылғының пайдасы мен тейімділігіне келетім олсақ, тейімділігі осы биология сабағында алған білімін теориалық білімге практикалыққа ұштастыруға үлкен мүмкіндік тәкеледі. Мен өзімдіктерді 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 өзімдіктерд отопления. Общая стоимость здания составляет более 223 миллионов тенге. На первом этаже у нас будет размещаться детская музыкальная школа. Все перегородки у нас оснащены звукоизвленным изоляционным материалом. На втором этаже у нас будет размещен детский дом творчества. Площадь здания составляет 948 квадратов. Завершением рабочего визита стал осмотр общеобразовательной школы номер один. Акимобласть обратил внимание на учебный процесс, материально-техническое оснащение учебного заведения и взаимодействие педагогического состава с учениками. Качество образования за 2023-2024 учебный год составило 64%, а за первую четверть этого года 61,8%. В прошлом году знак Алтенбельга получили шесть выпускников, в этом году – 13. В 2024 году у нас работает 1185 педагогов. Количество учителей, прошедших аттестацию по новой системе, составляет 866 или 73,8%. По итогам поездки Аким подчеркнул, что развитие сферы образования является одной из приоритетных задач. Он отметил необходимость дальнейшего совершенствования условий обучения для детей и подростков, особенно в сельских районах.